Сегодня молитва за гонимых верующих, за гонимых верующих, свидетелей Иеговы и других конфессий, других юрисдикций, конфессий, организаций. Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. Приветствую всех, братья и сестры, приветствую всех с Киева, с нашей Киевской архиепископии, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножится. Я как украинский священнослужитель, как гражданин России, я являюсь российским гражданином и по призванию своему являюсь украинским священнослужителем. Я молюсь о гонимых верующих, молюсь за Россию, молюсь за Украину, особенно вот в эти годы войны, войны информационной и не только, но и на поле брани уже. Льется кровь русских, украинцев, людей разных национальностей, разных культур. Это очень страшно, что между народами идет война, но самая страшная война, это война, когда идут против верующих, идут люди, носящие меч, будем так говорить, облеченные властью, божьей властью. Да, Бог доверил власть людям, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро, но страшно, когда, и самое страшное, это происходит, когда не по назначению меч свой применяют те, кто должны как раз быть божьими слугами. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и уже на протяжении нескольких месяцев я публикуюсь на фейсбуке, в других социальных сетях, но в основном в сети фейсбук, с таким хэштегом, хэштег называется, да, решетка. Решетка, я тоже свидетель Иеговы, и решетка, архиепископ Сергей Жаулев, ваш покорный слуга. Я не являлся и не являюсь и не собираюсь быть членом этой организации, свидетель Иеговы, потому что я православный христианин, я православный иерарх, священнослужитель, уже больше 30 лет несу служение православного священнослужителя. И, знаете ли, с учением свидетелей Иеговы я не согласен по многим пунктам, и я думаю, что здесь даже нет смысла сейчас это обговаривать, потому что это совершенно разные ветви христианства, совершенно разные течения, будем так говорить. Но я сейчас не об этом. Знаете ли, то, что хорошо обсуждать на уроках по сектоведению или сравнительному богословию, это одно. Но когда, знаете ли, льется кровь и слезы, когда вот такие гонения обрушиваются на христиан, независимо от их догматики, теологии, их сектанского, типа закрытого или открытого, неважно какого. Сегодня уже льется кровь, сегодня уже льются слезы, сегодня, во-первых, без закона совершенно признана организация свидетелей Иеговы якобы экстремистской, террористической, как только не называют их вообще. Это настолько позорно, что мне, как гражданину Российской Федерации, просто стыдно это даже было слышать, читать, и до сих пор это все стыдно. Я надеюсь, что хватит все-таки ума, здравого смысла, либо во время этих последних лет, или уже при новом президенте России, надеюсь, что как раз после ухода Путина от власти придут в Кремль люди здравомыслящие в этом отношении, здравомыслящие в религиозном плане, потому что правление господина Путина, или товарища Путина, не знаю, как даже теперь обращаться к нему, вот, так вот, как президенту скажу, что в отношении религии, его правление совершенно нездоровомысленное, совершенно нездравое, абсолютно. Вот, и, конечно, знаете ли, пытались истреблять свидетели Иеговы, и Гитлер пытался истреблять, и пытался и Сталин, у них ничего не получилось. К сожалению, истории учат тому, что ничему не учат, так говорили, и так говорят многие, и увы, увы, увы. И я преподаю историю христианства, провожу семинары по истории церкви, я не профессиональный историк, но, вот, это мое призвание от Господа. И знаете ли, но изучая историю церкви, историю вообще как таковую историю, как науку, я действительно прихожу к выводу, что история ничему не учит фактически, хотя она наставница жизни, наставница действительно для нас, эта наука очень, знаете ли, положительно влияющая на тех, кто готов учиться, на тех, кто хочет учиться, готов учиться. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, надеюсь, что после правления Путина, президентства Путина, придет президент здравомыслящий в религиозном отношении и отменят все эти совершенно беззаконные законы о признании свидетелей и говы экстремистами. Какие они экстремисты вообще? Это нас, православных, можно скорее назвать экстремистами, или католиков, или дамбаптистов тех же самых, там, писятников, харизматов, кого-то еще можно. Но свидетели и говы, ой, это настолько позорно, это пацифисты вообще, господа, это же пацифисты, это люди, которые вообще не берут в руки оружие, они, как вот у нас толстовцы были, допустим, вот, примерно такого склада ума, склада мышления. То есть, они вообще не противляются злу, насилиям, они даже самооборону не используют никакую, не применяют приемы самообороны. То есть, они полностью безобидны, их назвать террористами можно только, знаете ли, совершенно имея больное воображение и больную фантазию, совершенно развращенный ум имея только лишь. Я по-другому никак не могу сказать. Поэтому, во-первых, этот позор, я считаю, что, ну, сейчас еще несколько лет осталось президентство Путина, у него есть шанс покаяться. Тем более, что он прилюдно на весь белый свет назвал их тоже христианами, свидетелей и говы, и выразил искренне, как бы, как бы, ну, опять-таки, это чекистская мораль, это аморальная мораль. И это действительно, это другая тема, конечно, декоммунизация, это очень такая больная тема тоже. Но врать вот так вот на весь белый свет, это, конечно, надо еще уметь, знаете ли. И дьявол дает, отец лжи дает такую способность политикам. И вот господин Путин воспользовался этой способностью дьявольской и солгал на весь белый свет, что он якобы не понимает, хотя там дураку ясно, что все идет от него, вся эта инициатива. Только зачем? Почему? Это уже другой вопрос уже, это уже вопрос для других программ. Сегодня я молюсь загонимых верующих, вот, но в молитве я молюсь не только загонимых, я молюсь и загонителей, в том числе и за президента Путина. Бог довразумит этого человека, довразумит его, и он совершил очень много подлости и низости во время своего вот этого управления. Но самое низкое, самое подлое, это даже не касательно внешней, внутренней политики, это все на его совести, это уже другая тема. Но самое низкое и подлое, что он совершил, это гонение на верующих. Гонение на верующих разной конфессии. Испытывают давление сегодня разные конфессии христианские и нехристианские. Но самый удар, знаете ли, самое подлое, бить беззащитного, того, кто, ну, о ком ты точно знаешь, что он сдачи никогда не даст. Вот, значит, и эта чекистская мораль, она просто ужасна. Бьют самых беззащитных, самых безгласных, будем так говорить. И сегодня я молюсь за этих беззащитных, я молюсь за этих безгласных, молюсь за свидетелей ГОВы. Хотя, подчеркиваю, я никогда и не был в этой организации, и не собираюсь вообще, и хотя в жизни я общался со свидетелями ГОВы. И здесь вот в Киеве, допустим, я готов обнимать, просто целовать их, потому что надо же, вот они здесь свободны. Здесь, почему нельзя вот сделать, как вот в Киеве, допустим, в Москве тоже, там, в других городах, свободно, чтобы люди свою веру, религию исповедовали, не опасаясь, что их будут арестовывать, пытать, допрашивать там шокерами, пытать их, значит, вставлять в задний проход шокеры, электрошокеры. Вот, это все сегодня происходит в наши дни, это в наши дни, это не сталинские застенки, это не гитлеризм, а застенки национал-социализма. Германии. Нет, это сегодняшняя Россия происходит, и это огромнейший позор, стыд и срам просто, стыд и срам на всю Россию. У Путина есть несколько лет для покаяния, исправления, у него есть несколько лет, и мой добрый совет ему, мой добрый совет, если, я не знаю, чудо происходит даже и вот в таком плане виртуальном, если господин Путин послушает меня все-таки, вот, или кто-то возле его окружения, пожалуйста, прекратите это безобразие, прекратите сейчас же, прекратите, остановитесь, это безумство, гнать верующих, гнать беззащитных. И, ой, господи, помилуй, господи, вразуми. И следующему президенту придется, конечно, России очень и очень туго, потому что всю эту кашу расхлебывать, что уже 20 лет заваривается на нашей земле, все то нечестие, весь тот разгул беззакония, что сейчас происходит на нашей земле, следующему президенту будет очень туго. Но, дай бог ему здоровья, я не знаю, кто будет следующим правителем, президентом, кого народ изберет, я не знаю, вот, но, по-любому, ему нужно будет обязательно всю ту кашу, которую заварил Путин, просто расхлебывать и отменять в срочном порядке все эти репрессивные законы и извиняться все те люди, ставшие палачами по долгу службы или по ревности своей, ставшим палачами, следователи, полицейские, чекисты, которые гнали верующих. Вот эти последние годы, особенно последние месяцы, в частности, свидетели Иеговы должны быть наказаны, люстрация, никакого больше им доступа нельзя давать пожизненно к вот этим структурам вообще, быть в структурах в этих, ни в коем разе. Перед верующими нужно извиниться обязательно, свидетели Иеговы, других баптистов, писятников, кого там обижали, но в основном свидетели Иеговы обижают сейчас, вызвать прямо в Кремль и прилюдно, прилюдно, принародно попросить прощения. Президент должен встать на колени и попросить у них прощения, вот, и извиниться перед ними, перед всеми. Компенсации выполнить, моральные компенсации. А вот тех негодяев, что наживаются сейчас на свидетелях, на Иеговы и на всех остальных там гонимых верующих, их нужно наказывать, обязательно наказывать. Вот, я думаю, что если Путин не изменится последние эти годы, что остались ему как президенту сейчас, вот, и не покаяться, то он пойдет под суд уже в следующем правлении, в следующем президенте, вот, когда закон должен все-таки восторжествовать рано или поздно в России, в Российской Федерации, рано или поздно должно прийти быть все-таки на самом деле исправление в этом обязательно, вот, то тогда уже господин Путин пойдет уже под суд уже, в том числе и как гонитель верующих. Но для его души это во благо будет, сто процентов во благо. Вот, но сегодняшним днем я молюсь за верующих, молюсь за свидетелей Иеговы. И я с этим хэштегом, или как вот с решеткой с этой, я подписываюсь и в этом видео, что я тоже свидетель Иеговы, я тоже свидетель Иеговы. Конечно, не конфессионально, не организационно, не юридически, но я за гонимых верующих, я за гонимых верующих. Если завтра будут брать и также насиловать и убивать мусульман, я подпишу также решетка, я тоже мусульманин. Пожалуйста, считайте меня тоже мусульманином. Завтра будут иудеев убивать, погромы опять в России еврейские, к этому уже все идет тоже. Вот, я тоже подпишусь, я тоже иудей. Почему? Потому что Иисус Христос, мой Господь, мой Спаситель, Он за униженных и оскорбленных, Он всегда заступается за слабых, Он всегда заступается за людей, Он пришел спасти всех нас вообще. Слава Господу! И моя молитва за гонителей. Я посмотрел фотографии тех, кто стал сегодня по долгу службы или же по ревности, я не знаю, один Бог знает мотивы их сердец, но стал палачом для свидетелей Говы, для других верующих. Я посмотрел в лица этих фотографий, по фотографиям, что новая газета опубликовала, вот этих следователей, молодые ребята, некоторым даже 30 лет, некоторым чуть за 30, молодые ребята, им еще жить и жить, представляете? И они не думают о последствиях, они не думают, что страшные проклятия навлекли на себя, на своих жен, своих детей, внуков, правнуков, на весь свой род. Потому что гонители верующих никогда в истории, тысячелетней, многотысячелетней истории, никогда не останутся безнаказанными. Поэтому мне просто искренне этих людей очень жаль. Те, кто пытал и пытает верующих, те, кто льет кровь и слезы верующих, независимо от конфессии, тем более вот таких вот пацифистов, свидетелей Говы, знаете ли, это настолько низко, настолько мерзко, вот, что это просто уму непостижимо человеческому. Я видел видео, смотрел видео, когда силовики перелезают через заборы, выламывают двери, ведут себя так, в масках, ну, понятно, в масках, им стыдно, потому что их лица увидят их родственники, увидят их близкие, друзья, вот, и позор на всю жизнь, потом греха не оберешься. Поэтому они масками закрывают свои лица, свидетелям, там, баптистам, там, другим, там, верующим, им скрывать свое лицо не следует. Они не скрывают, вот, они праведные, они искренние перед Богом. Вот здесь, так, здесь, так, ладно, здесь сейчас вопросы еще. Вот, напоминаю, что, вот, мобильные номера, российские, украинские, под каждым видео есть, и, как вы можете тоже финансово участвовать в моем служении Господу, значит, тоже есть возможности, и карточка украинская, и карточка российская, поэтому не забывайте тоже участвовать и финансово в моем служении Господу. Слава Богу. Спасибо всем за вот комментарии, кто присылает сейчас и на Фейсбуке, вот, и здесь на Ютубе уже кто-то подключился, я вижу, да, уже смотрят некоторые люди. Слава Богу. Хотя трансляция такая неподготовленная, но просто я на молитве решил включить такую трансляцию, помолиться о гонимых верующих и о гонителях. И знаете ли, люди, которые... Есть книжка одного бывшего КГБшника, который убивал верующих, «Прости меня, Наташа» называется, по-моему, так называется, да. Я, вот, как раз в Америке я встречался с одним из тех, кто был свидетелем вот тех происшествий, тех лет, вот, и человек потом не мог простить себя. Я поэтому обращаюсь к тем, к палачам, к тем, кто арестовывает верующих, насилует, убивает, пытает, допрашивает, издевается. Знайте, что Бог вас простил тоже. Бог вас простил, и верующие вас простили. Настоящие верующие вас простили. Я почитал свидетелей ГОВы, их отзывы. Слава Богу, кровью сердце обливается. Они пишут, что любят вас, и пишут, что благоставляют вас. И я очень рад, что морально, духовно, свидетели ГОВы оказались на высочайшем просто уровне. Я еще и раньше сомневался, еще в этой организации, раньше сомневался, значит, насколько они верующие, насколько неверующие. Но, знаете ли, вот события последних месяцев, вот этих, особенно последние месяцы, показали, что свидетели ГОВы оказались на высочайшем моральном уровне. Нам, православным, очень далеко до них. Католикам, протестантам многим, очень далеко до них. Потому что вот так вот, высокоморально отвечать, сохранять спокойствие и даже пред лицом смерти благоставлять своих обидчиков и тех, кто пытает их, допрашивает их, это действительно показатель очень великой духовной жизни. Поэтому я преклоняюсь просто пред их, вот действительно, подвигом, христианским подвигом, моральным, духовным подвигом. Вот, но я хочу тоже присоединиться к их словам и обращаюсь сейчас к обидчикам, обращаюсь сейчас к гонителям. И я знаю, что Бог во Христе примирил с собой весь мир. Иегова, это имя Бога, святое имя Бога святого, Творца неба и земли. И, наверное, еще и потому организация-то, она вызывает такую искреннюю ненависть, порой даже бескорыстную ненависть у сильных века сего. Потому что ни одна из христианских юрисдикций, других организаций, конфессий, деноминаций не взяли на свое знамя, будем так говорить, в название самого имя Бога всемогущего. Лишь одна организация осмелилась, из тысяч организаций христианских, деноминаций, юрисдикций, лишь одна осмелилась взять имя Бога Всевышнего себе на знамена. И это очень ответственно. И я скажу так, что на сегодняшний день они очень... Очень...